В этом видео вы узнаете, как делать заявки стоимостью 191 рубль через Facebook для производства на основании нашего кейса для проекта стекловип.рф Это отдельное направление компании по обработке стекла, аудитория которого является дизайнерами-архитекторами. То есть задумали сделать отдельное направление и продавать под ключ, включая замеры и установку изделий стекла и зеркала. Надо было привлекать новых клиентов. Для этого стали думать про стратегию с использованием видеороликов. Если вы подпишетесь на нашу рассылку по видеомаркетингу, ссылочка есть в описании, будет письмо, где будет рассказано о последовательности шагов, которые мы делали. Сначала была разработана стратегия, каким образом мы это будем делать. На первом этапе, когда клиент еще нас не знает, нужно через промо-посты, таргетированную рекламу с использованием короткого рекламного ролика доносить основные смыслы до аудитории, чтобы привлечь ее трафиком на лендинг, который тоже надо было создать. На лендинге клиент уже поймет, как мы можем решить его проблему. И дальше через ретаргетинг мы могли догонять данного клиента рекламой через Google AdWords, через Facebook, через Instagram, через ВКонтакте. У нас получилась такая вот схема, что мы используем для трафика YouTube, ВКонтакте, Facebook, Instagram, поиск. Ведем на лендинг, получаем заявку. Или начинаем запускать ретаргетинг, снова введем на лендинг, получаем заявку. Нам необходимо было создать площадку Converter Landing и видеоролик, который расскажет об основных преимуществах и сделает правильное сообщение нашей целевой аудитории. Для этого мы сделали бриф на лендинг. Давайте его посмотрим. Здесь мы узнавали у экспертов компании, кто их целевая аудитория, как они ее видят. Мы разделили ее на несколько аудиторий. Это дизайнеры, архитекторы, это строители, прорабы, строительные компании. Снамдженс внутри строительных компаний. Частные VIP-клиенты, например, кто строит коттеджи и не любит посредников. А иногда заказывают изделия из стекла, VIP, индивидуально. И дальше мы определяли, какое будет наполнение сайта. Прописывали текстовки. Для проведения исследования, во-первых, были просмотрены 10 сайтов конкурентов основных. Был проведен ряд звонков в конкурентные фирмы, где мы задавали вопросы, что они предлагают, как они делают. И были также опрошены представители отдела продаж нашего клиента. И самое, что нам дало выхлоп, мы писали в группы, связанные с дизайном интерьера. Мы писали личные сообщения их представителям, владельцам, администраторам этих групп. И спрашивали совершенно в простой форме. Могли бы вы подсказать, мы сейчас разрабатываем такой-то проект по изделиям из стекла и зеркала. Вы наверняка работали, у кого-то что-то заказывали. Могли бы вы ответить на несколько вопросов, вы бы нам очень помогли. И конверсия из такого сообщения была около 4-5%. Но она дала очень большие результаты. Например, я сейчас промотаю в конец и покажу сообщения, которые нам приходили. Ну, например, на мой взгляд, со стекольщиками беда. Просто беспредел какой-то в этой сфере колхоз. Это не только мое мнение, как дизайнера. Все время делают некачественно элементарные вещи. То есть, там, заказали с таким-то фацетом, а сделали на 2-3 мм по-другому. Или сделали, там, зеркало отвалилось. Или сделали, а цвет немножко не тот. То есть, самые большие проблемы мы потом из этих сообщений сформулировали выше. Что самое главное в порядке уменьшения важности? И самое главное для нас было, как это неудивительно, соответствие результаты чертежам и визуализации. Просто надо сделать то, что изначально было задумано. И если это будет исполнено, то уже будет огромный плюс перед конкурентами. Все это нужно было сделать для того, чтобы сделать прототип сайта с прописанными текстами. Скажите, где здесь видеомаркетинг? Видеомаркетинг в том, что мы должны упаковать в видео все эти смыслы, но сначала эти смыслы мы должны получить и понять. У нас получился такой вот бриф на лендинг. С изначально прописанными преимуществами, всеми блоками. И на основании его и был сделан сайт. Специально для сайта мы провели фотосессию в цехах и на производстве, чтобы это показать и вызвать доверие у архитекторов-дизайнеров. После формирования дикторского текста и сценария наших роликов, мы также скачали несколько видеороликов зарубежных и взяли оттуда несколько кадров. И также использовали кадры, которые у нас были сняты уже с производства. И у нас получился ролик первый, длинный, на 2 минуты 25 секунд. В реализации обнаружили, что цвет и размер зеркала не тот. Мы обозначили в начале ролика основные негативные моменты, о которых говорили большая часть дизайнеров-архитекторов в исследовании. И потом уже показали решение и что может предложить наша компания, компания клиента. На основании этого ролика был сделан также ролик короткий на 60 секунд. Еще более короткий на получился он то ли 35, то ли 40 секунд, который мы использовали уже в социальных сетях. Например, если посмотреть у нас на блоге статью «Видеопассив стратегии видеомаркетинга номер один», в ней мы эти ролики выложили и рассказали про них подробнее. Можете посмотреть. В том числе сделали версию для Инстаграма в 15-секундный вертикальный формат. Во второй части видеокейса вы узнаете, как оптимизировать рекламную кампанию Facebook, как настраивать таргетированную аудиторию и проводить АБ-тестирование, что и привело нас к результату 191 рубль за заявку с Facebook. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу. Смотрите следующее видео.